Друзья, вот такие красивые краски, мы собрали очень много классных овощей, и так как вы спрашиваете что-то постное, я решил приготовить безумно вкусное, по-моему, легендарное блюдо, это рататуй. Овощное рататуй это набор различных всяких кореней, томатов, перцев, в общем, мы сделаем сейчас такое овощное, очень вкусное блюдо. Знаю, что многие к овощам относятся, ну, так себе, там, в свежем виде, может, еще в салатике, да, но, там, запекать, что-то с ними делать, у многих это не очень вкусно, наверное, получается. Вот сегодня я покажу, как сделать классную основу в виде соуса, мы приготовим с вами действительно очень вкусный соус, который вы можете в дальнейшем еще использовать в пасты, в какие-то жаркое, там, в тушеные продукты с мясом, к морепродуктам подавать. В общем, супер универсальный соус, который будет идти в основе нашего рататуй. Покажу, как можно празднично подать это блюдо, которое украсит ваш стол, потому что это действительно очень красивое блюдо. Всем приятного аппетита, задавайте вопросы, усаживайтесь перед своими экранами и давайте приступим. Нам потребуется какой-либо лоточек для запекания, я сразу же сюда буду произвольно рубить наши продукты, складывать, и мы поставим их запекаться. Я возьму достаточно много чеснока, вот прям произвольно возьму его вот так вот порублю, причем он не до конца очищенный, да, я оставляю здесь шелуху. Мы все это будем перетирать через специальную насадку для кенвуд, можно это через сито перетереть. В общем, покажу вам еще в действии кухонную машину, которая сделает прям идеальное пюре такое. Нам потребуются томатики, я, как и сказал в самом начале, приготовлю побольше соуса, потому что он очень классный, и оставлю уже как полуфабрикат, в дальнейшем можно использовать его совершенно спокойно к другим блюдам. Здесь томаты режем тоже произвольно, на 4 части порежу их и помещаю в лоточек. В основу идут перцы у нас, соберите красные и сладкие перцы, это очень вкусно, я их просто сейчас порежу на буквально несколько частей, так они быстрее запекутся, чем в полном виде. Прямо оставляю с семенами, эти перцы, они сладкие, они не дают остринки, поэтому пусть оно вот вместе у нас и запекается. Для вкуса я добавлю сюда розмарин, он будет запекаться, раскроет вкус, его много не нужно, буквально две такие небольшие веточки. Сразу же посолим, поперчим. Мы сейчас добавим оливкового масла, можно брать подсолнечное масло, если не пост, можно сливочное масло брать, чтобы добавить немножко мягкости нашему блюду. Все вот так вот чуть-чуть перемешаем и сейчас ставим это запекаться. Температура 180 градусов, можно даже 190 с конвекцией, пусть оно даже немножко обуглится, то есть будет очень вкусно. Печется где-то полчаса, чтобы была такая вот прям красивая коля, потом я добавлю сюда пол-литра воды. Можно использовать бульон, опять же, если это не постное время, бульон куриный сюда будет вообще замечательно. Я подготовил вот такие прекрасные овощи, здесь цукини у нас, выбирайте их калибром поменьше, чтобы они не огромные были такие. Также с баклажаном, да, старайтесь выбирать достаточно маленький баклажанчик. У меня есть корень сельдерея, прекрасно будет сюда сочетаться, использовать в это блюдо какой-нибудь пастернак. Это очень классный такой корнеплод, будет очень вкусно. Нам сейчас необходимо нарезать. Вы можете нарезать это ножом просто, но потребуется время для того, чтобы аккуратненько нарезать вот такие слайсики. Можно воспользоваться вот такой специальной теркой. Здесь разные ножи и разная толщина возможная нарезки. Здесь немножко потоньше будет, я думаю, что я выберу такой более ленивый способ и нарежу все наши овощи с помощью терки. Баклажан, скорее всего, у меня не нарежется, потому что он такой губчатый. Его я нарежу сейчас ножом. Все должно нарезано быть примерно одинаковой толщины. Там баклажаны можно чуть-чуть потолще, потому что, опять же, они быстрее готовятся, но не нужно нарезать там, не знаю, сантиметровый, да, и потом вот такой слайсик. Понятно, что все оно должно готовиться плюс-минус одинаково. Главное, выбирайте овощи не слишком огромные, чтобы вам можно было красиво их выложить. И сельдерей. Его необходимо сейчас зачистить. Вот, кстати, если вы его очень хорошо помыли, и он у вас чистый, да, даже вот в этих складочках, вот это все очень хорошо съедобное. То есть вы можете это запечь потом. И приготовить пюре, очень вкусное пюре, даже вот из таких вот кожурок, либо использовать это на бульон. Никогда не выкидывайте такие части, потому что, ну, это очень ценный продукт. И, конечно же, когда вы варите соус какой-то или еще что-то, добавляйте такие корнеплоды. Они усилят и раскроют вкус вашего соуса. Я сейчас срезаю. Вы спросите, ага, как ему придать какую-то прям приличную форму? Потому что все у нас такое колечками, все такое красиво нарезанное. Да, а сельдерей вот такой вот вроде как странный овощ. Но здесь я сразу же рассчитываю на то, что здесь буду делать пюре, либо оставлю это на бульон. Нарезаем здесь вот такими слайсами, тоже толщиной, как и остальные овощи. И воспользуюсь здесь вот такими кольцами, да, для того, чтобы придать хороший, красивый вид нашему корнеплоду. То есть я просто формую, у меня получается вот такая вот красивая шайбочка. Ее и будем использовать. У нас прошло 50 минут, все хорошо вот так запеклось. Все стало очень мягонькое такое. Как я говорил, я добавил сюда пол-литра воды, и это превратилось все в соус. То есть оно не будет у нас сухим, оно не будет прям, знаете, как картофельное пюре таким грувым. Оно будет в виде соуса. Сейчас нам необходимо это все перетереть. Можно воспользоваться ситом, просто вилочкой, либо там лопаткой какой-то. Перетираем у вас жмых, кожурки разные, семена останутся на сито. Вы получите гладкий, однородный соус. Мы же воспользуемся, сейчас хочу показать вам новую насадку от Кен. Вот она подходит ко всем современным кухонным машинам. Я выставил сюда вот такую вот протирку шершавой стороной к верху. И сейчас мы будем перетирать. Она просто устанавливается на родную чашу. Также здесь есть вот такая лопаточка, которая прилегает очень плотно. Надеваем ее. И сейчас я сразу же ее опускаю. Начинаю добавлять сюда продукты наши. И уже включаю кухонную машину. Пусть она у нас справится с этой задачей. Помещаем сюда сразу же наши продукты. И как вы видите, вот эти лезвия, они начинают втирать нашу массу, тем самым делая ее однородной. Я выставил вторую скорость. Больше не рекомендую ставить. Во-первых, незачем. Во-вторых, это не совсем может быть безопасно. И остерегайтесь, чтобы туда у вас не попало ничего такого совсем уж грубого. То есть все, что вы перетираете, должно быть вот такое вот уже либо готовое, либо мягкое само по своей сути. Все. Буквально ждем 30 секунд, даже меньше. Оно я вижу, что уже, в принципе, протерлось. Это действительно происходит очень быстро. И мы сейчас посмотрим на результат. Там мы добавили соль, мы добавили черный перец, но хочется добавить сюда копченой паприки, чтобы усилить вкус вот этой вот паприки и всего того, что у нас там содержится. Небольшое количество сахара. Многие добавляют какой-нибудь бальзамический уксус. Это очень вкусно. И я бы добавил небольшое количество сахара. Выключаем нашу кухонную машину. И смотрим, что здесь кроме семян, в принципе, ничего другого и не осталось. Посмотрите на вот эти вот остатки. Это очень удобно и, я бы сказал, ценно для тех, кто занимается тем же зефиром. Когда вы готовите печеные яблоки, вам нужно получить однородное чистое пюре без каких-либо примесей. Какое-то детское питание. Если вы на спорте любите вот просто какие-то вот такие вещи, это очень-очень круто. Все, такое количество соуса мы получили. Глядите, оно полностью однородное, красивое, хорошее. Прямо то, что нам необходимо. Давайте его теперь заправим. Добавим, как и сказал, небольшое количество сахара. Сахар там, где томаты, он раскрывает вкус. Он делает его более таким объемным. Поэтому не бойтесь, щепоточку всегда добавляйте. Я добавлю еще сюда оливкового масла. Хочется свежего вкуса. Небольшое количество. И, как сказал, копченая паприка. Все делаю по вкусу. Но, как и всегда, точное описание процесса, граммовку приблизительную я оставлю в описании. Поэтому переходите, смотрите. Все перемешиваем. Сейчас я попробую по соли. Если не потребуется, мы будем уже собирать наше блюдо. Однозначно нужно чуть-чуть еще сольки. Но вкус очень яркий. И, как я и сказал, это может, во-первых, это может быть полноценным супом. То есть, если вы вот это подадите с морепродуктами, просто бланшированными, это будет просто отвал башки. Если вы подадите это с какими-нибудь фрикадельками, сами понимаете, да, насколько это круто будет. Добавляйте в пасту, добавляйте к тушеной баранине или каким-нибудь там леным щечкам. То есть, вообще, самый, наверное, универсальный соус, который может быть. Давайте теперь приступим к сборке. Мне понадобится какая-то посуда. Я хочу поставить это в стол. То есть, чтобы оно было в центре стола. Красивое, действительно, блюдо очень яркое. И всем советую так делать. Очень удобно накладывать. Визуально классно. Поэтому выбираем что-то красивое и яркое. Что мы теперь делаем? Мы часть соуса оставим, конечно, как и сказал. А часть помещаем вот прямо сюда. Выливаем вот такое количество примерно соуса сюда. Как основа. То есть, блюдо это не наш соус. Это не только соус. Здесь основное. Это вот различные корнеплоды, овощи. Мы начинаем их теперь выкладывать. Кто-то выкладывает сначала один витощит, потом другой, третий. Мне же так не нравится. Я люблю делать все поочередно. То есть, мы можем сразу же вот сложить это примерно, да, в такими вот частями. И каждый раз выкладывая, повторяться. То есть, выкладываем сначала одно. Начинаем так же. Раз, два, три. И продолжаем дальше. Вот так вот по кругу. Все. В самом конце мы выбираем самые-самые маленькие наши овощи, которые у нас максимально аккуратно нарезаны. Заворачиваем немножко вот сюда вовнутрь. Получается вот такой красивый рататуй. Мы сейчас будем его ставить отпекаться. Остатки мы используем обязательно куда-нибудь на пасту. Здесь я хочу добавить еще небольшое количество базилика. Он раскроет свой вкус. Будет очень здорово. Просто нарежу его достаточно тонко. Можно при подаче его нанести. Но мне нравится, когда базилик в процессе термической обработки раскрывается. Я добавлю его сверху вот так вот. Также добавлю небольшое количество оливкового масла. И теперь, так как овощи мы не солили, но они есть в соусе, мы еще немножко сверху добавим соли. Здесь сверху накрываем листом пергамента. Можно чуть-чуть примять. И ставим это в духовочку запекаться 180 градусов. Конвекция нам потребуется где-то 25 минут. После этого мы снимаем эту сверхнюю пленочку. И уже выпекаем немножко до золотистого цвета, чтобы был красивый колер. Ну что, друзья, вот такое вот нарядное вкусное овощное блюдо у нас получилось. Надеюсь, вам нравятся мои рецепты. Вообще, это рататуй, это, наверное, первое, что приходит на ум, когда хочется создать какое-то овощное постное блюдо. Но есть много других задумок. Возможно, джимпсандали стоит приготовить. Может, какие-то пхали. В общем, пишите обязательно в комментариях, чтобы вы хотели увидеть. Ведь пост достаточно длинная такая вещь. И у нас еще есть время, чтобы подготовиться и порадовать вас. Поэтому, друзья, жду активности в комментариях. Всем приятного аппетита!